Жёстким предостережением назвали обращение российского лидера к партнёрам в США американские СМИ. Там отметили и предложение Путина взвешивать риски, прежде чем принимать антироссийские решения и прямое заявление о стремлении к диалогу. Расставляя приоритеты внешней политики, президент подчеркнул, желая мира, Россия готова ответить на угрозы своей безопасности. Подробнее Александр Балицкий. На односторонний выход США из договора по ракетам средней и меньшей дальности, что поставил на карту стратегическую стабильность не только в Европе, Владимир Путин и раньше пообещал дать зеркальный ответ и сегодня ещё раз всё объяснил. Да, говорит Путин, договор устарел, да, он ограничивал лишь действия Москвы и Вашингтона, в то время как другие страны могли, что, собственно, уже и делали, наращивать свой ракетный потенциал. Но действовать Штаты должны были как минимум честно, а не использовать надуманные обвинения в адрес России. Сделали бы лучше, как вот в 2004 году. Из ПРО вышли, всё в открытую, по-честному. Хорошо или плохо, другой вопрос. Я считаю, что плохо. Но сделали, так и всё. И здесь надо было поступить именно по-честному. А как они действуют на самом деле? Сами всё нарушают, а потом ищут оправдания и назначают виновных. Но ещё и своих сателлитов мобилизуют. Они так аккуратненько, но всё-таки американцам подхрюкивают по этому вопросу. Глава государства в очередной раз приводит конкретные факты, как Вашингтон последовательно и целенаправленно шёл к разрыву договора. Те самые пусковые установки, что уже размещены в Румынии и готовятся к развертыванию в Польше. Пригодны для применения не только томогавков, но и запрещённых ракет. Прямое нарушение стадий 4 и 6. Теперь и Россия ограничивать себя не будет. Но и первой, говорит Путин, размещать подобные ракеты в Европе всё равно не собирается. До тех пор, пока это не сделают США. И это будет вынужденная реакция. Скажу уже сегодня, прямо и открыто, чтобы никто нас потом ни в чём не упрекал, чтобы всем было заранее ясно, о чём здесь идёт речь. Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений по применению угрожающих нам ракетных комплексов. По своим тактико-техническим данным, в том числе по подлётному времени до указанных центров управления, эти вооружения будут вполне соответствовать тем угрозам, которые направлены против России. Знаем, как это сделать и реализуем эти планы немедленно, как только соответствующие угрозы для нас станут реальными. Ответить есть чем. Над перспективными образцами вооружения, о которых Путин говорил в своём прошлом послании, работа идёт без сбоев. И это уже не те, как писала западная пресса, картинки. Комплекс «Кинжал» с аэробаллистической ракетой 2000 километров за 10 минут уже поставляется в войска. Боевые лазерные пересветы основаны на новых физических принципах. Гиперзвуковые авангарды. Со дня на день имя оснастят первый ракетный полк. К постановке на боевое дежурство готовятся и грозные «Сарматы», стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжёлой межконтинентальной баллистической ракетой. Легко обходит развернутые системы ПРО через Южный полюс. Самое главное достоинство новейших российских систем – недосягаемая эффективность. При этом коллеги за рубежом осознают, что наши разработки в сотни раз дешевле, чем любые разворачиваемые против нас системы. И не только про Соединённых Штатов Америки. Как раз такую задачу и ставил президент, когда потребовал скорректировать гособоронзаказ без дополнительной финансовой нагрузки и не втягиваться в гонку вооружений. Для того и приземляют уже известные калибры, чтобы стартовали не только с кораблей, но и с суши. Их поставят и на подводный беспилотник «Посейдон». Уже весной на воду спустят первую атомную подлодку с комплексом неограниченной дальности. Кадры успешных испытаний в Минобороны сегодня показали впервые. «Посейдон» позволяет обесценить все усилия Соединённых Штатов Америки по созданию глобальной системы противоракетной обороны и прежде всего морской её компоненты. Беспилотные подводные аппараты «Посейдона» крайне сложно обнаружить, а тем более перехватить. При таких разработках у российских конструкторов достаточно. Сегодня Путин рассказал ещё об одной. Помните, в прошлый раз я говорил, есть ещё сказать, пока рановато. Вот потихонечку так будем рассказывать, что у нас там в загашнике. А именно, хочу сказать о гиперзвуковой ракете «Циркон» со скоростью полёта около 9 махов на дальность более 1000 километров, способной поражать как морские, так и наземные цели. Её можно запускать из воды, из подводных лодок до 2027-го. Российский флот получит 28 кораблей. Разного типа всё это лишь для защиты национальных интересов. Как бы ни пытался Вашингтон демонтировать сложившуюся систему международной безопасности, называя Москву главной угрозой. Скажу прямо, это неправда. Россия хочет иметь полноценные, равноправные и дружеские отношения с США. Разумеется, это их право думать так, как они хотят. Но считать-то они умеют? Умеют наверняка. Пусть посчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия. Мы просим только об этом. Пусть сначала посчитают, а уже только после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьёзные угрозы для нашей страны. И, разумеется, приведут к ответным действиям со стороны России, безопасность которой будет надёжно и безусловно обеспечена. Это был определённый сигнал. Мы не пугаем, мы не бряцаем оружием. Мы говорим, как ответные меры. Давайте договариваться, работать в мирной сфере. А в военной области он вопрос закрыл. У нас порох всегда должен быть сухим. В прошлый раз показали варианты изделий, в этот раз показали, что они становятся на боевой дежурности. Главный сигнал Путина – время ещё есть, можно возвращаться к договору. Но для этого нужны совместная политическая воля и совместные практические действия. Односторонности здесь быть не может. Другой сигнал Вашингтону Путин тоже посылал. Сегодня повторил ещё раз. Мы готовы к переговорам по разоруженческой тематике, но стучаться в закрытую дверь больше не будем. Подождём, пока и наши партнёры созреют, осознают необходимость равноправного диалога по этой теме. Только в этом случае, сказал президент, и возможен мир, а значит устойчивое и долгосрочное развитие. Александр Буалецкий, Александр Иванков, Юлия Чедрова и Владимир Озеров. Вести.